Статусный европейский металл-рок фестиваль Рагнарок перекочевал в арт-завод механику. На самом деле мы, жители нашего города, скорее всего даже не осознаем масштабы происходящего. А ведь здесь собрались в том числе и мировые звезды металл-рок. Фестиваль Рагнарок Реборн Новая Кола, именно таким образом он называется, состоит не только из концертной площадки с огромным лайнапом, с количеством исполнителей. Это еще мощнейшая арт-зона, фудкорты и даже шопинг здесь, я вам скажу, роскошный. Здесь можно приобрести вещи, которые просто так и не купишь. И я здесь прикупил правильную бейсбоку. Это металлический фестиваль с определенными попытками объединить какие-то, может быть, не объединимые вещи, а искусство. Найти каких-то интересных артистов, которые бы дать им шанс на то, чтобы их увидели люди с другой тусовки. Мы случайно узнали, что у вас с собой кинокамера. То есть молодежь из последнего поколения, наверное, даже и не знает, что такое кинокамера уже. Для чего она интересна? Действительно, есть аналоговая камера. Она была использована. Такая камера, вообще-то, использовалась в 30-х годах. Это черно-белая съемка. Очень дорогое производство. И очень качественно съемка. Используют как в съемке своих фильмов, так и в клипах. И в последней жизни это как хобби и профессиональное творчество. Состав участников. Это известные, заслуженные андеграундные исполнители со всей Европы. Которые там по 20-30 лет в этом деле. Которые флагманы определенных направлений. Которые никогда не были в Украине. И потом их собрать было очень сложно, потому что фестивальный сезон. Он идет в разгаре. Ну, Мортис, да, например. Это там звезда блокметал. Он играл в группе Имперер. Финский. Финская группа Хорна. Норвежский. Hey, this is all mighty. Hellheim. Харьковский и Nocturnal Mortem, соответственно. Nocturnal Depression. Очень хорошая французская группа. Также снимаю видеоклипы. Снял сотни видеоклипов для известных металлических групп. Использую 16-миллилитровую камеру, которую он применяет в своей съемке клипов. Самыми известными группами являются Креатор и Содом. Также интернациональным являются Абитари, Блайн Гардиан. Те группы, которые были очень популярны в 90-х годах, когда процветала вся эта музыкальная индустрия, и когда действительно заказывали арты, именно вручную сделанные. В художественном кино не приходилось принимать участие? Да, спродюсировалось три фильма. Первый фильм «Слезы в кали», второй «Маски» и третий «Немецкий страх». 50% художник, 50% режиссер. Когда он занимается чисто искусством, это как медитация. Спокойно сидит и рисует, никто его не тревожит. А когда занимается съемкой фильмов, работой с большой командой, где нужно все время что-то обсуждать, где идет большой творческий процесс и движение постоянно. Поэтому это два разных процесса. Нравится и там, и там. Наш друг – это Клима. У него большой опыт. Он делал два фестиваля во Франции. Можно рассказать вообще предысторию? Как так получилось, что вы принимаете участие в этом фестивале? Значит, началось это все с фестиваля во Франции, который называется «Рагнарок». Он проводился там в течение двух лет. И там же также привозили украинскую группу «Ноктюрнаморту». А на третий год фестиваль во Франции отменился, и решили его провести в Украине с участием украинских групп. И вот так он приехал сюда. Как вы провели здесь время, в Харькове, в эти дни? Ему очень понравилось проведенное время в Харькове. Ему понравился как город, так и сам фестиваль. Он не видел, конечно, все группы, которые принимали участие, но те, которые он видел, ему очень понравилось. Особенно ему понравилась наша Харьковская «Ноктюрнаморту». Он вчера выступал, все же снимал весь концерт и потанцовывал. Какой перспективы там в дальнейшем будет у нас проходить подобный фестиваль? Это маловероятно, что будет этот фестиваль обратно во Франции. В Харькове его снова будут проводить в следующем году очень большие шансы.